Значит, это Федор, это его изобретение. Изобретение это 18-канальная автоматическая система полива, правильно? Я ничего не понимаю в этих системах, но я как патентный поверенный, так же инженер. Моя задача разобраться с тем, как оно работает и какая в нем ценность этого изобретения из минимальной информации, которую он мне предоставит, но которой будет достаточно, чтобы сделать хорошую заявку на патент, его защитить. Целевые рынки для него это производство в Китае, продажа США, Европа. Есть потенциальный инвестор, который заинтересован в том, чтобы это дело масштабировать, потому что этот прототип работает через телефон, контролируется, он оптимизирован для квартир. И эту штуку можно масштабировать в маленькую коробочку, как я понимаю. И само производство очень дешевое, потому что взаимодействие частей внутри, это изобретение, как это можно сделать достаточно маленьким, но все равно оставить эти 18 каналов для полива. Значит, чтобы понять, как это работает и написать заявку на патент, нам нужно ее, на самом деле, тебе или любому из вас, просто ее сфотографировать и сделать краткое описание. Если есть уже более детальное описание, нам этого тоже хватит. Но здесь детального описания нет, потому что у нас есть изобретатель, он просто хочет подготовить качественную заявку на патент. Поэтому мы ее фотографируем со всех сторон. Я сам, как изначально инженер, смогу понять, как она работает. Вот он подключается к компьютеру, к телефону. На самом деле, если я правильно понимаю, смысл этого изобретения в том, что здесь очень эффективно расположены, все трубки присоединены к 18 каналам, чтобы это можно было масштабировать, уменьшить и достаточно легко производить. Именно производить с точки зрения того, как оно будет, если я правильно тебя понял, несмотря на это изобретение, как оно будет именно собираться. А собираться оно будет в Китае, а продаваться будет в Европе и в США, а вряд ли в России. Поэтому мы знаем целевую аудиторию рыночную, мы знаем, где ее защищать. Фотографии, на самом деле, можно еще поднять. Тоже внутри ее сейчас. Тотографируем, как эти трубки. Вон они, я вижу, сделаны там. И вот отсюда тоже. Вот. Когда готовят все фотографии, можешь сделать описание в Word, краткое. Чертежи можешь сделать все от руки, если тоже необходимо, пояснить, как оно работает. Загружаешь все на сайт, заполняешь форму, имя, фамилия, адрес. Цена считается автоматически для такого рода заявки. Так как мы знаем целевые рынки, где нужно ее защитить, то система сама определяет, как лучше подавать, потому что у нас есть именно схемы, самые эффективные и самые недорогие схемы подачи в несколько стран. она определяет, считает. И мы тут же понимаем, когда будет какой платеж. Скажем, первый платеж будет при подаче, второй будет через там два года, третий будет еще через какое-то время. И мы можем сделать весь график платежей, сколько это будет стоить. Также заявку нужно будет подавать, как минимум, на двух языках, это английский и китайский. Следовательно, переводы нужно будет делать автоматически, либо писать саму заявку изначально на английском. В принципе, все. Поэтому наша система сделает хорошую подачу. Эксперты все подготовят, дадут тебе прочитать, проверить. Заявка подана. Спасибо.